Многоуровневые выборы прошли в Ненецком округе в единый день голосования 8 сентября. Жители региона выбирали депутата в региональный парламент на дополнительных выборах в окружное собрание по избирательному округу Городецкий в Нарьинмаре. Смешанные выборы по партийным спискам и многомандатным избирательным округам прошли в представительный орган Заполярного района. По одному мандату в городской совет получат кандидаты, выигравшие выборы в 15 одномандатных округах Нарьинмара. Жители островного поселка Бугрино и Хаседохардского сельсовета определились с главами поселений. Окружной избирком признал все выборы состоявшимися. Подробности об едином дне голосования в Ненецком округе у моей коллеги Ольги Русул. 8 сентября ровно в 8 утра на территории Ненецкого округа распахнули свои двери все избирательные участки города Нарьинмар и муниципальных образований округа. В первые часы воскресного дня на всех участках уже были избиратели, закрепленные здесь по месту регистрации. Участок открыто 8 часов. Досрочно у нас проголосовало 10 человек. Все обычно. Выборы идут спокойно. У нас по спискам 1024 избирателя. Но на момент 10 утра у нас было только 37 проголосовавших. Ну, собственно говоря, сейчас в период с 11 до 12 у нас народ активизировался. Поэтому ожидаем, что люди будут приходить. Количество избирателей, зарегистрированных на территории Ненецкого автономного округа, составляет около 34 тысяч человек. Почти половина из них – жители Нарьинмара. Им предстояло выбрать новый состав депутатского корпуса. Выборы в городской совет прошли по 15 одномандатным округам. Среди голосующих – мэр города Олег Белак. На эти выборы глава окружной столицы возлагает большие надежды. Ведь от их исхода зависит, насколько конструктивной будет работа органов исполнительной и представительной власти муниципалитета. Будут избраны те депутаты, которые будут реально представлять интересы горожан. И мы все вместе будем прикладывать все наши силы, умения, знания, старания для того, чтобы город процветал. Он сейчас изменяется, поэтому нам нужны надежные коллеги, партнеры, чтобы мы с ними вместе в диспуте, в обсуждении находили решение каких-то спорных вопросов. И самое главное, чтобы это были неравнодушные люди. Горожане, пришедшие в этот день на избирательные участки, тоже возлагают надежды на будущих депутатов. Возможно, чтобы курс, взятый на улучшение качества жизни в окружной столице, был продолжен. Чтобы поддерживался тот уровень, как бы вектор развития, который уже заложен, и чтобы прислушивались к мнению жителей города. В совет депутатов городского округа найдут новые люди, которые будут со своими взглядами новые идеи какие-то будут реализовывать, предлагать администрации какие-то новые решения насущных проблем, возникающих в городе. Хотелось бы, конечно, пожелания, чтобы дороги нас как-то привели в хороший вид, чтобы машины едешь, трясет, дребезжит. Конечно, хотелось бы такого пожелания. А так, конечно, общение с народом, и, конечно, удачи им в работе. Жители Заполярного района в единый день голосования также выбирали новый состав депутатского корпуса. На одном из избирательных участков в поселке Искателе голосовал глава Заполярного района. Надо каждому жителю прийти и проголосовать за своего кандидата, либо, может быть, каким-то образом выразить свою волю, потому что потом иногда бывает так. Вроде бы как народ не ходит, не ходит, а когда приезжаешь на встречу, начинаешь разговаривать, вопросы задают, потом говорят, что-то у нас не очень. Я говорю, а хорошо, а вы как сами-то, вот как граждане, как жители России, вы пришли и проголосовали за того, кому вы доверяете. Они говорят, нет, а нам не интересно, мы не хотим. Вопрос-то, да, а что же вы, ребята, жалуют? Он также отметил, что одной из основных задач нового депутатского корпуса станет решение вопросов по наполняемости бюджета Заполярного района. Привлечение дополнительных источников дохода, в том числе собственных, на реализацию проектов в поселениях округа. На выборах депутатов Совета Заполярного района по единому избирательному округу явка составила более 25%. В целом по региону выборы прошли без нарушений. На каждом избирательном участке работали наблюдатели. В целом, еще раз повторюсь, что нарушений никаких нет. Есть представители, которые следят за этим. К выборам в районный совет было допущено семь политических партий. Четыре из них смогли преодолеть 5-процентный барьер. Больше всех голосов набрал список партии «Единая Россия» почти 38%. Эта партия получит 5 из 10 мандатов, распределяемых среди партийных списков. Три мандата достанутся представителям КПРФ по одному ЛДПР и партии «Родина». Еще шестеро депутатов в Совет Заполярного района определились после голосования на трех многомандатных избирательных округах. Все они выдвиженцы партии «Единая Россия». Напомним, что Совет Заполярного района формируется по смешанной системе. В его составе 16 народных избранников. Жители Нарьинмара, зарегистрированные по избирательному округу номер 8, «Городецкие» выбирали депутатов в собрании депутатов Ненецкого округа на дополнительных выборах в региональный парламент. Те люди, которые придут сейчас и победят, мы от них ждем конкретных результатов. И от нас ждут конкретных результатов. Поэтому в году 90-летия мы сейчас должны посмотреть, что мы сделали и что должны сделать в ближайшей перспективе. Поэтому только конкретные задачи и решения их насущных проблем людей – это главное. И это именно то, что должно определить выбор наших избирателей. Ну, самое главное, кандидат должен быть не очень тот человек, которого мы изберем. Конечно, хочется, чтобы он был готов к конструктивной работе. То есть без какой-то страсти к дешевому популизму. А действительно, это действительно серьезная конструктивная работа должна быть. И он должен быть готов к этой работе. Ну, естественно, иметь определенный опыт. Победу на выборах в окружной парламент одержал кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Попов. Его кандидатуру поддержали более 50% избирателей, принявших участие в голосовании. Это 611 человек из 1209, пришедших на избирательные участки. За ходом выборов следили наблюдатели от политических партий, зарегистрированных кандидатов и Общественной палаты Ненецкого автономного округа. Всего 60 – наблюдатели от всех субъектов и движения. От Общественной палаты Ненецкого округа было подготовлено порядка 13 наблюдателей. В постоянном режиме мониторилась информация от каждого наблюдателя. По состоянию сейчас на полвосьмого вечера никаких грубых нарушений и каких-либо ситуаций спорных не было. В целом, качество подготовки и проведения выборов не вызвало вопросов со стороны наблюдателей. Мы ожидаем, что выборы пройдут на высоком уровне. Они, кстати, традиционны для округа у нас. Как правило, они в высокой степени легитимности. И по нам, по уровню и качеству проведения выборов, можно мерить практически эталонное для России. В этой части мы ожидаем, что у нас будет так же все хорошо. Никаких срывов существенных не будет. У нас сейчас никаких жалоб от кандидатов, от других участников избирательного процесса не поступало. Которые бы ставили под сомнение, может быть, в будущем результаты выборов. Поэтому никаких сомнений, что у нас выборы пройдут хорошо, у нас пока нет. А ровно в 8 часов вечера все избирательные участки закрылись для подсчета голосов избирателей. На трех из них, номер 48, 50 и 53, применялись комплексы обработки избирательных бюллетеней, что значительно усовершенствовало работу членов избиркома. Кстати, участковая комиссия номер 53, одна из первых, подала итоги голосования в окружной избирком. Выборы прошли спокойно, никаких не было эксцессов. Явка была средняя, где-то в пределах 30-32%. Ну, вы так и ожидали? Ну, примерно, да, такое ожидание и было. Таким образом, в результате выборов состав окружного парламента сформирован полностью. В него входят 19 депутатов. На Ринмаре сформирован новый состав Совета городского округа, а в Заполярном районе – районный совет. Избраны главы двух сельских муниципальных образований. Выборы прошли на острове Колгоев и на востоке округа Харуте. Ольга Русул, Ольга Малыгина, Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Влад Ткачев, Телеканал Север.